Новые власти Афганистана планируют направить в сторону границ Таджикистана и Узбекистана крупную группировку боевиков. Об этом стало известно из твиттер-аккаунта начальника Генштаба Вооруженных Сил Талибов Кари Фасихудина Фитрата. Речь идет о 10-тысячной армии, вооруженной, по заявлению афганского военачальника, западными передовыми системами вооружения. 10-тысячная мощная армия, вооруженная самой современной техникой системы НАТО и США, дислоцированная в северных и северо-восточных провинциях страны, примет меры против любого вооруженного действия, подчеркнул Фитрат. Поддержку этой группировки, со слов начальника Генштаба Талибов, окажет боевая авиация, а именно самолеты. О какой именно провинции, заявил Фитрат, неясно. Однако на севере Афганистана находится Балх, граничащий с Узбекистаном, а на северо-востоке сразу три региона в непосредственном контакте с границами Таджикистана, Кундуз, Тахар и Бадахшан. Афганистан, да и после прихода к власти талибов, фото ранее начальник объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров сообщил, что на северных границах Афганистана функционирует около 40 учебных лагерей, на которых дислоцируется более 5000 боевиков различных террористических группировок. Относительно численности террористов на севере Афганистана высказался и министр обороны России Сергей Шойгу в ходе беседы с британским коллегой Беном Уоллесом. Глава Минобороны РФ заявил, что число террористов исламского государства в регионе увеличилось вдвое. Талибы заплатят за погибших афганских солдат, также Шойгу высказал озабоченность относительно использования террористами оружия, оставленного войсками западной коалиции, оценив примерную стоимость вооружения в 80 миллиардов долларов. ИГ, ИГИЛ, организация «Исламское государство» признана террористической по решению Верховного суда РФ.